Кандидаты на пост бизнес-омбудсмена снова представили свои программы. Напомню, подобная встреча проходила в ноябре этого года. Правда, тогда губернатор области решил, что доклады были формальными и определиться с кандидатом так и не смог. Какими сегодня были выступления потенциальных уполномоченных по правам предпринимателей и почему экс-омбудсмен Андрей Вавилов решил отказаться от участия в гонке за место. Расскажем далее. В хороших костюмах, при галстуках и с портфелями в руках Сразу видно, что в правительственных коридорах собрались деловые люди. Перед началом заседания одни повторяют свой доклад, другие просто ждут старта публичных обсуждений. Затем практически по красной ковровой дорожке кандидаты проходят в зал. После краткого приветствия к делу, сегодня кандидаты на пост уполномоченного по правам предпринимателей должны представить свою программу. Некоторые не скрывают чувство дежавю. Говорят, это уже было. Буквально месяц назад кандидаты на пост бизнес-омбудсмена зачитывали свои доклады. Вот только Игорь Васильев тогда назвал их формальными и предложил запустить процедуру повторно. Видимо, чтобы программы стали неформальными. Но кто-то посчитал, что от них можно и вовсе отказаться. Ведь не до этого. Новый год скоро. Учитывая и время, в которое мы сегодня собрались, скоро Новый год, я бы предложил, это мое предложение, заслушать тех людей, которые впервые сегодня заявились. А те, кто не впервые, не заслушивает. А те, кто не впервые, те уже, да. А положа, Игорь Владимирович, руку на сердце, я бы заслушал сегодня вообще-то бы одного кандидата. Кандидата Попова Владислава Леонидовича. Но все же всем кандидатам решили дать слово. Всего на пост претендовали 8 человек. Из них 7 допустили до обсуждений. Правда, не все доклады встретили одобрения со стороны губернатора. Например, речь Наиля Габдулхакова была недостаточно позитивной. Как-то начали сразу с такого негатива, нехарактерного для адвокатов. Как-то сразу увидели удручающее положение во всем. Я вот смотрю в зал, да, вполне себе люди хорошо одеты в галсту. Интеллигентные лица, да, там, долгие годы занимаются предпринимательством. И у большинства, да, подчеркнув, все как бы не совсем плохо. Поэтому откуда такое настроение? А вот Антона Далгих упрекнуть в пессимизме уж точно нельзя. Он заявил, что идеально подходит для этой должности. Вот только программу не подготовили. Ну, сегодня, конечно же, очевидно, абсолютно фаворит этой, так сказать, гонки. Уже вопрос, видимо, решен, потому что без согласования такие вещи не происходят. Поэтому, собственно, и программы-то никакой нет, чтобы времени тратить. Васильев предложил не превращать заседание в фарс. Также на встречу заявили, что бывший бизнес-омбудсмен Андрей Вавилов решил снять свою кандидатуру. Нам он пояснил, что теперь будет работать в общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Отмечу решение, кто займет место уполномоченного, будет принимать лично губернатор региона. Анастасия Шерстнева, Александр Брызгалов, Бюро новостей Довича. – Одного из кандидатов на должность бизнес-омбудсмена мы пригласили сегодня в студию. У нас в гостях Антон Долгих. Добрый вечер, Антон. – Здравствуйте. – Спасибо, что пришли. – Вам спасибо. – Вот сейчас за кадром уже немножко успели с вами обсудить это заседание, публичное обсуждение. Почему они были такие веселые, вот с вашей точки зрения? – Ну, в самом сюжете как раз не было это отражено, к сожалению. И тут встает вопрос об акцентах. Как расставить акценты? Губернатор сказал, что не нужно превращать фарс, и это относилось вот не к тому моменту, который был показан, а уже потом, когда я сел за стол, и когда мы стали обсуждать, он просто вспомнил вот то событие, связанное с нападением на меня, и как бы я стал о нем рассказывать. И вот это было сказано, но это было по-доброму сказано, это очень важно понимать. Что касается процедуры, она была объявлена вновь. Вот вопрос ее легитимности, он стоял очень остро, потому что губернатор, согласно закону, должен был сделать свой выбор еще в прошлый раз. – Да, очень интересно, в прошлый раз не участвовали, а вот в этот круг решили заявиться. – А вот я и поясню. И губернатор не сделал свой выбор, на мой взгляд, он обязан его был сделать, и была объявлена новая процедура. Но вот своим участием, моим личным в этой процедуре, тем, что пришли предприниматели, эта процедура все-таки легитимизировалась, и она состоялась. Почему я принял участие? Дело в том, что один из сайтов, наблюдатель.ру, объявил опрос среди посетителей, кого бы вы хотели видеть в этой должности, бизнес-омбудсмены, совершенно неожиданно для себя, я не просто там занял первое место, а с результатом 31%, всего 1300 опрошенных, это очень репрезентативная выборка. И, во-вторых, высказался еще вновь назначенный министр экономики, и он буквально, когда он говорил о том, кто бы соответствовал этой должности, он фактически все мои качества перечислил и профессиональные навыки. И я подумал, что ну просто нужно принять участие. А вы сами видите себя в этой должности? Или вы сейчас боретесь ради участия? Очень правильный вопрос. Вот в данной ситуации я считаю, что нужно быть на виду. И, конечно же, здесь уже было согласовано, кандидатура Попова, я думаю, будет выбрана. И нужно было участвовать ради конкурса. Но, если говорить серьезно, я считаю, что я соответствую для должности уполномоченного по правам человека или уполномоченного по правам ребенка. У меня у нас трое детей, я знаю, что такое дети, знаю, как защищать их права. И вот для этих двух должностей я бы действительно соответствовал. И за них я бы поборолся всерьез. У меня есть ощущение, что нынешний уполномоченный по правам человека, Александр Панов, он может по собственному желанию вскоре уйти в отставку. Ну, я думаю, что его могут попросить это сделать. Либо он сам почувствует, что не соответствует должности. Дело в том, что он был назначен еще при Белых. И, как я говорил с трибуны ЗАГС Собрания, я считаю, что Белых отдавал долг Александру Панову за прекращение дела Навального. Александр Панов был руководителем следственного права. Давайте сейчас послушаем мнение. У нас есть запись небольшого интервью, что бывший омбудсмен думает о проблемах бизнеса. С чем предстоит работать новому кандидату? Омбудсмен должен все. Но самое главное – защищать предпринимателей от произвола чиновников и контроля надзорных органов. А такое бывает? Ну, к сожалению, пока бывает. Хотелось бы, чтобы не было, но пока бывает, да. Институт омбудсмена остановился на территории страны в течение пяти лет. И понятно, что тематика периодически меняется. Сначала мы защищали совсем маленьких предпринимателей. У нас борьба с ларьками была, если помните. Сейчас у нас в основном вопросы по собственности, вопросы по неуплате денег за контракты, по перевозкам очень много, по автобусным вопросам. Вопросы по налогообложению. Депутаты некоторые. По каким-то инициативам депутатов, которые предлагают совершенно нелогичное предложение изменений в законы. Поэтому работы очень много. Ну, это уже вторая подобная встреча. Первая, как сказал губернатор, да, программы были формальными. Как отнестись к тому, что пришлось второй раз встретиться? Ну, губернатор у нас имеет любое право. То есть он оценил так, не увидел какой-то конкретики. Поэтому кто захотел, тот доработал свои программы. Сегодня будет еще раз выступать. Поэтому ничего страшного нет. Почему вы приняли такое решение, больше не участвовать? Вчера у нас приехал директор, исполнительный директор Федеральной опоры России. Мы приняли решение, что теперь необходима задача сосредоточиться на построении общественной организации, привлечении молодежи. Совсем недавно мы приняли молодого директора, исполнителя в региональное отделение. Поэтому сейчас задача поменялась. Надо больше уделять внимание общественному построению общественных организаций, чтобы они были сильные. И даже губернатор после прошлых слушаний, если вы не заметили в коммунике, сделал замечание, что не было единого кандидата. То есть все-таки бизнес сообщества сегодня в Кировской области разрознен. Необходимо заниматься построением нормального бизнеса общества у нас в регионе. Сам омбудсмен это такой же общественник, только с государственным обеспечением, со штатом, что это профессиональная работа. То есть государство признало, что общественная работа должна быть оплачиваемая, что она нужна государству. Работа бизнеса омбудсмена действительно серьезная. Вот если, Антон, все-таки вы победите в этой гонке, с чего вы начнете, какие главные вопросы будете решать? Ксения, ну в этой гонке совершенно очевидно, что выиграть невозможно, по той простой причине, что кандидат уже согласован. И вот только что Андрей Николаевич Вавилов сказал, что в прошлый раз не было единого кандидата, и это действительно так. В этот раз кандидатура согласована, Владислав Попов, выдвинутая Деловой Россией в лице Андрея Мауры, руководителя регионального отделения. Эта кандидатура согласована, поэтому уже он... То есть именно поэтому вы сегодня программу не подготовили? Именно поэтому, потому что, во-первых, ну вообще что такое программа? Уполномоченный, он защищает права предпринимателей. Какая может быть программа, кроме единственной, защищать права тех, кто обращается? Поэтому я вообще считаю, что вот кандидаты, которые некоторые приходят и зачитывают в качестве своей программы буквально нормы закона, что он собирается делать, читая свои полномочия. Ну да, Игорь Васильев отметил, что не нужны такие доклады. Конечно, это, я считаю, вообще неуважение к присутствующим, то есть это для галочки доклад. Я же, к сожалению, вот не все было показано, но желающие, может быть, как-то по-другому посмотрят, но я же сделал свой доклад, построил не на программе, а на том, зачем вот я выдвинулся, что я планирую действительно делать. И что вы планируете действительно делать, если стали бы вы? Я очень надеюсь на то, что я когда-то буду назначен уполномоченным по правам человека в Кировской области или уполномоченным по правам ребенка. И вот на этой должности уже совершенно очевидно, что я со своим профессиональным бэкграундом, будучи профессиональным юристом, с огромным опытом защиты прав людей, я именно и буду защищать эти права так, как люди того заслуживают. То есть не со стороны государства, лишь бы отписки написать, а именно защищать права человека. А предпринимателям что? Понимаете, я и сейчас этим же самым занимаюсь, только действительно правильно было сказано, это государственная должность, есть аппарат, есть больше возможностей, потому что сейчас у меня нет никаких полномочий. А то да, что касается сферы предпринимательства, все-таки вы сейчас заявляетесь на эту должность, она так формально, вот это участие в голосовании? Я считаю, что формально, вообще совершенно непонятно, зачем это. Ваше участие? Нет, ваше участие, я же абсолютно откровенно говорю, что я заявлялся для того, чтобы быть на виду. То есть это публичная процедура обсуждения при предпринимателях, в предпринимательском сообществе, при губернаторе. И очень важно заявить о себе, заявить о том, что ты есть, чтобы рассматривали как кадровый резерв. Ну очень хочется тогда узнать, кто из себя представляет вообще Антон Долгих, потому что вот в этом, в прошлом даже, в 2014 году, позапрошлый год, вы уже претендовали на пост с бизнесом Буцмена, в этом году заявлялись на выборы губернатора, мы знаем, какой был итог. Также на выборы депутатов Кировской гордумы, мы знаем, какой итог. Также претендовали на членство в избиркоме, мы знаем, какой итог. Сегодня вы формально участвуете вот в новой гонке. Для чего все это делается? И какая ваша самая сильная сторона, как вы считаете? Ваша сфера это что? Пока вы пытаетесь где-то вот везде быть полезным. Да, да. Ну я и есть полезный, только так как СМИ не сильно освещают эту сторону, но люди, которые ко мне обращаются, они извлекают пользу, поверьте, иначе вы не обращались. Дело в том, что вы правильно говорите, и акцент нужно сделать на том, что я стучусь в закрытые пока двери. То есть профессионалы не всегда нужны, ну например, такой человек, как я в избиркоме, зачем, который будет публично высвечивать какие-то недостатки. Вот например, список КПРФ, его абсолютно законно сняли с выборов, но затем по политическим мотивам областной суд его вернул на выборы. Там документы не соответствовали закону, он не имел права список выборов, список КПРФ принимать участие в выборах. И так во всем. Что касается выборов губернатора, я заявлялся с единственной целью показать, что невозможно преодолеть муниципальный фильтр. Это была единственная цель. А вот на выборы в Гордуму я заявлялся абсолютно серьезно, у меня были собраны идеальные подписи. И кто следил, тот знает, что не хватило, якобы не хватило двух подписей для регистрации. Причем по каким-то абсолютно надуманным причинам, когда говорят нет семерки, а вот она есть и все ее видят. Поэтому ищите да обрящите, я уверен, что результат все равно будет. Сейчас приходит уже время нашего поколения, мне 40 лет, и даже мои оппоненты не отрицают, что я профессионал своего дела. Не хорошо о себе, конечно, так говорить, может быть неприлично, но вы задали вопрос, я же должен ответить, зачем я это делаю. Потому что действительно впечатление у некоторых такое создается, что он везде идет. Нет, отнюдь не везде. Моя сильная сторона – это избирательное законодательство. Я бы очень хотел работать, например, в избирательной комиссии Кировской области. Ну, следующий шаг. Какой ближайший ваш план, куда будете еще баллотироваться, в какие двери стучаться? Ну, вот сейчас, например, у нас есть одновременно член избирательной комиссии Кировской области и Кировской городской избирательной комиссии Александр Злобин. Согласно закону, он не может совмещать эти две должности на одних и тех же выборах. Объявлены выборы президента. Соответственно, он, скорее всего, покинет Кировскую областную избирательную комиссию, потому что он заместитель в городской, у него там оплачиваемая должность, а в областной нет. Я буду стараться стать членом избирательной комиссии Кировской области. Почему подсиживаю? Он должен покинуть. Я не понимаю, зачем этот человек в две комиссии пошел. Вот это действительно странно. Вернее, я знаю, для того, чтобы меня не пускать в Кировскую городскую избирательную комиссию, выдвинули злобенно, чтобы как бы одно вакантное место им занять. Но очевидно было, что через месяц ему придется уйти из одной из комиссий. Из городской он вряд ли уйдет, потому что у него там должность заместителя, зарплата. Кстати, городская избирательная комиссия ничем не занимается, они раз в пять лет организуют выборы. Зарплаты, поинтересуйтесь, какие у председателя и заместителя. Это безумие какое-то. Спасибо, Антон. Будем следить за вашими успехами. Спасибо, что ответили на наш вопрос. Напомню, у нас в студии был Антон Долгих, юрист. Спасибо.